Здравствуйте! Программа «Такие дела» выходит в прямом эфире. И у нас сегодня в гостях Андрей Тимошенко, главный режиссер Архангельского театра драмы имени Ломоносова. Андрей, здравствуйте! Здравствуйте! Вас с прибытием в Архангельск, вступлением в должность. И немножко расскажите о себе. Мы мало о вас, что знаем, кроме ваших работ. Ну, работа моя — это самое главное, наверное. Ну, что обо мне. Мне 45 лет, я москвич. Закончил театральное училище имени Щукина по классу режиссура по профессии. И работаю как режиссер, с тех пор ставлю. Работаю много как художник-сценограф и в своих работах, и с другими режиссерами. Ну, наверное, главный вопрос, не я первая, кто его задаст. Вы художник-сценограф. Почему же все-таки вы выбрали режиссуру? Ну, режиссура изначально — это моя профессия по диплому. Скорее всего, по-другому произошло, потому что, когда я ставил спектакли, начинал как молодой режиссер, но я не мог пригласить художника. И поскольку я придумывал образ спектакля один, ну, в общем, как-то решение спектакля изобразительное, оно сразу рождалось у меня в голове, и я его реализовывал. Потом мои друзья-режиссеры, которым нравилась эта моя работа, они меня начали приглашать как художника. Я где-то как художник, так сказать, стал более известным, чем как режиссер. Раньше так получилось. Меня чаще звали, у меня больше постановок как художника было. Но поскольку все равно профессия моя режиссура, это мое, как бы, стремление, все равно я занимаюсь режиссурой. Это самое главное в моей профессии. Вы, не раздумывая, согласились на предложение театра драмы? Или все-таки сомневались? Понимаете, я сложно сказать, что не раздумывая. Любой человек берет паузу, даже если он точно знает, вот я беру, я знаю наверняка, что так это правильно, и нужно так поступить. Все равно, конечно, я думал, потому что я советовался с домашними, с семьей, с женой, с детьми. Я думал о том, но потом, конечно, я принял это предложение, потому что прошлый сезон я его провел практически здесь, в Архангельске, выпускал как режиссер и как художник. И, в общем, какие-то функции, ну, без полномочий, но какие-то функции режиссера, главное, я выполнял. Потому что все равно, когда нет главного режиссера, актеры приходят, какие-то службы приходят что-то решать. Вот приходилось какие-то вопросы решать. И это как-то так логически произошло поступательно, скажем так, не резко, что вот там сказали, вот предлагаем тебе. Я проснулся и не понимаю. Я как бы понимал, что где-то, может быть, к этому идет. Ну, у обывателя законный вопрос. Москвич. Вроде как все складывалось, да, смотря вот по вашим работам. У вас не было, в общем, таких простоев, наверное, долгих. Ну, я востребованный. Я сейчас очень востребованный, да. Без ложной скромности, да. Да, я востребованный. И, тем не менее, вы выбираете провинциальный город на севере. Вы знаете, он уже для меня стал достаточно близким. Город Архангельск. Когда я первый раз сюда ехал, мне теща говорит, боже мой, Архангельск, это где? Когда я понимаю, что это полтора часа лету от Москвы, то это, в общем, рядом. А поскольку я перемещаюсь очень много по стране, за границей, поэтому я не ощущаю вот это. Это самое близкое, наверное, расстояние от моего дома до театра. Поэтому я не вижу здесь никаких проблем для себя лично вот в расстоянии. Но вы же, в общем-то, такой свободный художник, если вы так можете себя назвать, да. А здесь штат, здесь репертуар, здесь вы привязаны к одному месту. Вас это не пугает? Нет, это меня не пугает. Нет, я, во-первых, я все равно оставляю за собой право ставить еще спектакли, если мне будут предлагать. Ну, как бы не в ущерб, естественно, основной работе здесь, потому что все равно есть определенная здесь работа, которую я должен сделать, и какие-то задачи, которые я перед собой поставил. Я их должен выполнить, иначе нет смысла становиться главным режиссером. Я сейчас говорю вот о себе, даже не об ответственности, а за людей, которые в меня поверили, а даже вот для себя. Ну, зачем тогда, если ты не сделаешь то, что ты хочешь? Зачем? Вот, а поэтому я все равно, у меня нет ощущения, что я так осел, что меня приковали. Вот, я, в общем, свободен. И эта свобода, она важна для творческого человека. Она важна. Ощущение того, что ты свободен. Я сейчас делаю спектакль, да, по пьесе «Арт, искусство», да, что мы выпускаем в октябре. Вот тема свободы, личной, и она, в общем, внутренней, и личной, и общественной, она во главе угла стоит в этой пьесе, в нашей постановке. Вот, это очень важный момент. Вы, наверное, посмотрели почти весь репертуар театра «Драмы», да? Да, я знаю, конечно. Вы что-то бы исключили? Вот, репертуарную политику будете пересматривать? Ну, радикально я не буду, потому что, к сожалению, спектаклей у нас мало. Нам нужно пополнять репертуар. Вот есть какие-то спектакли, которые мне нужно еще посмотреть? Я посмотрю, насколько они художественно соответствуют тому уровню театра, на котором сейчас он находится. И с моей помощью, и благодаря предшественникам моим, и тем режиссерам, которые приезжали. Сейчас театр находится на очень высоком уровне. Это правда. Но, тем не менее, у театра вообще непростая история. Вы, наверное, знали, да, он построен на месте Кафедрального собора, который снесли в годы революции. Вы как-то новую жизнь собираетесь вдохнуть? Что-то сказать свое слово, оставить след. Наследить в театре. Я даже, знаете, по поводу Кафедрального собора, мы там вот, там есть дорожки такие напротив театра. Вот я когда-то пошел, там протоптанная дорожка, выложенная, да, и я когда-то пошел туда по снегу, и мне сделал замечание из звукоцеха, человек говорит, вот здесь был храм, Илья Николаевич, здесь мы не ходим никогда. Хотя там выложили, не подумав, наверное. Вот я всегда обхожу это место, поэтому я очень как-то уважительно отношусь к тому, что все-таки там был храм. Вот. А новое слово всегда, ну, с новым человеком, с новыми идеями всегда это новое что-то. Понимаете, жизнь, она такая штука, что она назад не движется, вы же понимаете, она идет вперед. Может быть, было лучше, мы будем вспоминать, или как-то там хуже. Но есть здесь и сейчас, и театр, он тоже существует здесь и сейчас. И, естественно, будущие планы. Человек чего боится? Будущего. Мы не можем его предугадать. Мы можем сделать... Я живу вот по принципу древних, делай, что должен, и будь, что будет. Как-то труппу пополнять собираете? Сменять актеров, может быть... Ну, пополнять хотелось бы свежей крови в театр. Ну, сейчас я смотрю сейчас местных артистов, выпускников колледжа. Вот сегодня ко мне приходили. Вы доверяете выпускникам колледжа? Понимаете, я доверяю людям. Я не могу сказать, что я доверяю образованию, которое дает колледж, или я доверяю образованию, которое другой институт какой-то дает. Я знаю, что профессию все равно артист приобретает в театре. Работая на практике с коллегами, с режиссерами. Даже если бы он закончил там гитис или еще какое-то учебное заведение. Просто я верю людям, которые хотят, которые приходят и хотят приобрести профессию. Ну, а есть какие-то вот вакансии? Вам необходимы какого-то амплуа актера, соответствующего нашему театру? Ну, проблема, конечно, с молодой героиней. Это проблема не только нашего театра. Это проблема героя-героиня. Потому что очень быстро как-то стареют артисты. У нас очень хорошие актрисы. Ну, вот молоденьких таких вот героинь пока нет у нас. Таких вот безупречных таких. Без образования приняли бы в театр? Может быть. Может быть. Ну, кто нас слушает, может быть, задумаются. А какие вам жанры ближе? Комедия, драма или вот последний? Вот сейчас вот спектакль, который вы собираетесь ставить. Ну, вот то, что я сейчас ставлю, это по пьесе написано комедия. Хотя на самом деле это не комедия. Ведь у Чехова и Вишневый сад тоже написано, что комедия. Вот. Я не могу так выделить какой-то жанр, который мне там ближе или вот хорошая пьеса. Нет, во-первых, мне хочется менять как-то, да, если комедия, а потом хочется что-то серьезное сделать. Ну, чтобы немножко так вот покопаться в разном материале. Я не могу так выделить какой-то жанр отдельно, что вот я хочу комедии или трагедии. Хорошие пьесы, они хорошие пьесы. А на кого ориентируетесь вот в выборе, в выборе репертуара? Судья у вас кто? Ну, в конечном счете, конечно, зритель у нас судья. Но изначально, естественно, это мои творческие какие-то движения внутренние, да. Я предлагаю даже навлечь, потому что если артисты не увлекутся этими моими идеями, то и пьеса не получится. А дальше я надеюсь, что мы каким-то образом совместно с артистами, мы зрителя тоже заинтересуем. Вот вы считаете, что сейчас нашему театру драмы, нашему архангельскому зрителю необходимо вот эта пьеса, которую вы собираетесь ставить. Еще раз напомните. Да, эта пьеса называется «Арт из Минарезы». Это очень хорошая пьеса французская, получившая много премий, премию Мольера в свою очередь. Я ее выпускаю под русским названием «Искусство», потому что там искусство. Я не буду сейчас открывать все секреты, но я делаю два варианта, мужскую и женскую версию. А что это за интересный такой вариант? Мужская и женская версия. То есть, бьеса написана на мужчин, да. Там три персонажа, мужчины. И есть женская версия. Женская версия. Я беру тот же драматический материал, тот же текст, но с женщинами. Ту же проблему, как бы, она по-разному решается, мужчинами и женщинами. Проблема, она одна и волнует и тех, и других, но по-разному. И сейчас я репетирую, у нас получается два разных спектакля, потому что совершенно по-разному мыслят женщины и мужчины тоже. Хотя, как бы, первопричина, проблема одна в этой пьесе. Поэтому мне очень интересна вот такая работа. А как, на ваш взгляд, должны, или вы уже выстроили взаимоотношения администрации и творческой части труппы, и учредители взаимоотношений, вот художественной половины театра и того же самого учредителя? Нет, ну, для того, чтобы корабль, театр двигался вперед, он, конечно, должен быть, его нужно двигать сообща, да. То есть учредитель, когда он учреждал театр... Ну, я имею в виду чиновник, да? Чиновник. Ну, вы понимаете, да, ну, я понимаю, да. Нет, ну, чиновник, он для чего-то нужен, скажем так, да, он учредили театр, да. Вот, для того, чтобы какая-то жизнь была, конечно, нужно, чтобы какие-то сообща какие-то находить, решать вместе проблемы. Потому что у чиновника есть, у дирекции, например, да, дирекции есть определенные функции, которые связаны с управлением театра. У меня другие функции связаны тоже с управлением творческой частью театра. Ну, это как бы неразрывные вещи. Я стараюсь, мы стараемся, Селина Владимировна, сейчас найти какие-то точки соприкосновения, чтобы мы вместе двигали эту историю. Я ведь к чему спрашиваю, что за последние годы вы знаете, что... Я знаю, чтобы... Ну, это не только здесь в театре. Это много таких бывает проблем в театре, потому что театр... Ну, люди идут в эту профессию с амбициями. Это понятно. А нет амбиции, люди идут в другую профессию. Можно скромно заниматься чем-то другим. Поэтому очень легко обидеть, очень легко... Эти конфликты, они очень легко возникают. Иногда на пустом месте. Но просто когда есть цель движения вперед, есть вот эта цель, которую ставит главный режиссер, да, как творческая единица. И за собой подтягивает всем. И если все видят эту цель реальную, верят в эту цель, то все работают. И администрация... Понятно, что в театре первопричина театр, да, то есть, перечина следственной связи заключает в том, что, как сказал Немирович, артист и коврик — это театр. А дальше зрители, уже администрация, все такое. Но сейчас театр — это такой механизм сложный. Технически сложный, экономически сложный. То есть, естественно, есть ряд служб, которые должны помогать продавать билеты, там, и много-много-много всего. Поэтому надо взаимодействовать мирно. Я вообще не конфликтный человек, вот я хочу сказать. Я не конфликтный, я принципиальный. Я могу, конечно, если конфликт, но если я вижу ради чего? То есть, конфликт и истерика ради истерики, это меня знают, здесь хорошо меня в театре знают и артисты, и все. Я никогда не повышаю голос, если это не нужно, понимаете? Я считаю, что вот когда творчество, оно должно приносить радость. И даже на этапе творчества не может получиться хороший спектакль, если мы здесь собачились, дергали друг друга, да? Потом что-то такое светлое сделали, и зритель приходит, он эту нервозность чувствует, он видит ее, и у нее никак не скроешь. Когда выходят артисты дерганные, когда все как-то вот, режиссер дерганный там, что-то вот. Это все, это живые механизмы, это не пустые слова. На самом деле это правда. Все-таки вы согласились на место главного режиссера, значит, нашли общий язык еще и с трупой, да? Вас устраивает? Да, мне устраивает, да. Я очень люблю. Ваши взгляды сошлись? Да, да, я думаю, да. Я думаю, что... Театр драма очень много сдает сцену под аренду гастролером. Вот как вы смотрите на это, и будете ли вмешиваться, или как-то высказывать свое мнение? Ну, понимаете, тут есть объективные вещи, да, например. Когда нет плана вперед, выстроено, вот не было главного режиссера, да, не было выстроенного плана. Естественно, театр должен зарабатывать деньги, и аренды какие-то выставляются. Ну, без них никуда не денешься, к сожалению, в современном мире. Но когда есть план четкий, да, есть премьеры, то вот эти аренды, когда они подстраиваются под выпуск наших спектаклей, да, и не мешают нам. Ну, они иногда мешают, конечно, репетиции, все равно, но где-то можно на это закрыть глаза, потому что, ну, нужны деньги. Нам для производства нужны деньги. Вот, тем более, вот. Вот, поэтому я думаю, что когда вот таким образом строятся взаимоотношения, это, опять же, от администрации зависит, и от взаимодействия творческой и административной части. Живой театр, это, конечно, зрителю, что с этим ничего не будет спорить, да, но зрители ведь не только архангельские, но и те возможности, когда можно выезжать в театр на гастроли, чтобы вас видели, знали, аплодировали совсем, да, удивлялись. Я считаю даже, что это необходимо, это необходимо выезжать на гастроли. Ну, это всегда проблема, тем более, для большого репертуарного театра. Проблема, но это одна из моих основных задач, которые я ставлю перед собой, потому что спектакли достойные, театр достойный, что бы там ни говорили, я не знаю, кто там, говорят, вот там, он действительно достойный, потому что я бываю на фестивалях, я смотрю, я вижу уровень, иногда привозимых спектаклей, ну, рядом не стояло, как говорят, понимаете. И артисты, когда вот они в этом году выехали на фестивали, ну, пусть там небольшие фестивали, но самооценка-то у них как поднялась, потому что они поняли, не просто там, я им говорю, это хороший спектакль, кто-то там, зритель наш, который любит, а когда чужие люди говорят, слушайте, ребята, а вы хорошее дело делаете, у вас такие спектакли, и они понимают, что это действительно, понимаете, потому что живое общение должно быть, посмотреть, кто сделал другой, там, театр вывез, да, себя показать, это самое главное, это правильно, это необходимо, иначе театр загнется, мы не можем заниматься семейными радостями такими. Но здесь ведь основная проблема в гастролях — это деньги, да, финансирование. Деньги, да, это важный момент, конечно, но... Ну и чтобы спектакль был мобильный. Мобильные спектакли, потому что перевозка часто там, авиаперелеты, да. У нас есть хорошие спектакли, очень громоздкие, к сожалению, которые мы не можем вывести, но вот мы произведем несколько спектаклей такие, которые можем вывести. Уже есть какие-то такие спектакли. Уже съездили ведь и в области были на гастроли. В области были, в Москве были на гастроли, вот на фестивале сейчас гастроли будут, на Ренмар, в Иркутск. В Иркутск масштабное полотно везем, такие там две фуры едут, везут, все, и вот я думаю, что там будет, потому что очень хорошие спектакли. У нас фестивалями занимается только Виктор Петрович Панов, художественный руководитель молодежного театра. Вот вы эту стезю собираетесь осваивать? Ну, у нас есть один фестиваль, родниковое слово. Я думаю, что мы будем как-то развивать эту историю, потому что чем занимается Виктор Петрович, это очень интересно, вот это Архангельская весна, да? Европейская весна, уличный театр. Потому что я видел в Европе эти театры, я даже многие театры, которые сюда приезжали, я их видел в других местах, с некоторыми даже работал, потому что я еще занимался очень много какими-то массовыми мероприятиями, и в Санкт-Петербурге, в частности. Поэтому это тоже интересное направление, мы не будем, конечно, выходить на улицу, это немножко не наш формат, вот, и я думаю, что городу будет интересно, если появится фестиваль не другой какой-то, новый, да? Не такой, который там перебегает дорогу театру, который уже, они уже производят этот фестиваль, уже это хорошо, вот, а мы, может быть, другой какой-то, мы подумаем на эту тему, потому что... Ну, планов у вас много, контракт у вас подписан на сколько? На три года, то есть за три года можно, в общем, многое сделать. И несколько личных вопросов, ответите? Ответьте. Семью привезли? Пока нет. Собираетесь? Собираюсь, но я пока живу в театре, мне еще не сняли квартиру, поэтому семью я не привозил пока. Не мерзнете? Нет, я не мерзну, вы знаете, я не мерзну, я очень много, я в Норильске ставил спектакли, я не мерзну вообще по натуре, вот. Потом я не вижу сейчас такой большой разницы климатической, почему-то между... Ну, еще поживем-увидим, еще все впереди. Ну, я сегодня тоже приезжал, так что... Любимый театральный режиссер, на кого равняетесь? Ну, таких имен много, скажем так, да, но если говорить, если там моих учителей, там, Вахтангов, Станиславский, те учителя великие, которых я в спектакле, к сожалению, не видел, да, я имею в виду записи только, вот, то мой, как бы, ориентир, скажем так, так, это великий итальянский режиссер Джорджо Стрейлер, спектакль, которого я видел, который, ну, не очень давно ушел от нас, к сожалению, но это тот человек, который в 20 веке, на мой взгляд, объединил в своем творчестве и Вахтангова, и Станиславского, и Мейерхольда, и Брехта. В общем, все то, что передовое было в театре, вот это, и это мне интересно, и это я видел живьем, и это, понимаете, это, когда мы читаем иногда, там, про спектакль какой-то, который когда-то был, мы когда студентами, там, как Вахтангов, там, сделали, немножко такая иллюзия создается, потому что мифотворчество тоже есть, я должен, даже думаю, что современный зритель, я так думал, посмотрит какой-то спектакль Вахтанговый и не поймет сейчас, да, и не будет, там, идти по Арбату и петь песни, да, из «Принцессы Турандут», да. А вот с трейлер, я понял, что, оказывается, такой театр существует, что он есть, и поэтому не зря весь этот процесс театрального развития, как по 20-го века, в частности, да, проходил. Вы человек суеверный? Нет. Вы знаете, когда, я вам расскажу, я когда вот сейчас приехал, вхожу в кабинет, и вдруг на меня летит огромная летучая мышь, это было пятница, 13-е число. Да что вы, прямо в кабинете? В кабинете. Выли окна открыты, она залетела. Я ее поймал, поймал чемоданом, у меня там стал чемодан после спектакля «Посложеницу», но мне подарили букет, директор подарила букет в чемодане. Реквизитом. Вот, да, и сейчас букет завел, был чемодан, я ее поймал. Вот, никто не видел, я показывал в актерсе, говорит, у нас не водятся летучие мыши. Ну, это она вас приветствовала. Ну, в общем, все шутили, 13-е пятница, летучая мышь, ты приехал в Архангельск, я абсолютно к этому отношусь с юмором, мне это повеселило. Тем не менее, мышь-то была. Была мышь, была мышь. Надо было ее, наверное, оставить, завести, так бы, у кого-то попугайчики, у меня бы летучая мышь, но я боюсь, что с моим графиком я бы забывал ее кормить, и она бы тогда пила мою кровь. Ну, вот так вот начал свою работу Андрей Тимошенко, спасибо вам большое, что пришли, я думаю, что мы еще встретимся, ждем с нетерпением ваших премьер, и еще раз вас с новым назначением, с новым периодом, наверное, в жизни. Спасибо, что пришли. Спасибо. Спасибо.